АЛЕКСАНДР БАЖАНОВ Здравствуйте, это программа «Герои среди нас» и у нас в гостях Александр Бажанов. Здравствуйте. Добрый день. Александр, вы уже много лет пишете про историческую литературу, являетесь дипломантом международного конкурса «Янтарный самородок». Какие произведения были представлены на этом литературном конкурсе? Я представил две сказки «Колдовская побока» о незадачливом колдуне, который колдует, но всё его колдовство оборачивается против него самого. И второй рассказ «Невеста для Водянова». Это тоже сказка о Водяном, который никак не мог найти себе невесту. А какая основная миссия ваших книг? Да я не могу так сразу сказать. Ну, наверное, нести, как говорил Горький, доброе, вечное, хорошее в мир. Знаете, был такой английский политик, Дизраэль, он сказал, «Хочешь прочитать хорошую книгу?» – напиши. И вот примерно этого принципа я придерживаюсь. Мой любимый жанр – рассказка. Я хочу написать хорошую, добрую сказку. Вы пишете повесть о рассказах для взрослых и детей. Откуда черпаете вдохновение? Ой, это всё свыше, наверное, потому что так просто не скажешь. Я могу вам рассказать интересную историю, правда, она с очень грустным концом. Однажды мне позвонил приятель и сказал, что есть на свете девочка семилетняя, которая незначима больна. И что нужно её поддержать и написать для неё сказку. Её звали Аланьи. И у меня так получилось, что ко мне пришёл сюжет, и в пол первой ночи я встал и практически за ночь эту сказку написал. Это рождественская сказка. Но, к сожалению, через полгода она умерла. Но она прочитала ваших? Но она прочитала, и ей передали. Вы используете творческий псевдоним Санди Саба. Почему он вам понравился? Начнём с того, что одним из моих детских писателей, любимых, был Виарт. Замечательный мордовский писатель детский. И в детстве я прочитал приключения Кеши, которые на меня произвели большое впечатление. Мне захотелось иметь какой-то такой взвучный псевдоним. А Саба значит всё очень просто. Саша Бажан. И всё. Когда я опубликовался первый раз, то мне этот псевдоним принёс успех, а писатель суеверный. Санди – это главный герой одного из романов Александра Грина, моего любимого детского писателя. Это мой любимый персонаж был, мне так понравилось. А у нас в писательской среде, вот, однажды у нас было пять Саш, пять Александров. Вот, помню, кто-то говорит, Саш, пять голов разворачиваются. А Санди – я один. Написание книг сопровождает вас на протяжении всей жизни. А кем вы ещё работали, где работали? У меня филологическое образование, и моя жизнь отчасти связана с журналистикой. В 1972 году я был одним из тех, кто стоял у истоков газеты «Столица С». Потом я работал корректором, журналистом, спортивным, кстати, журналистом работал. А потом у меня социологом был. Потом я работал в журнале «Странник». А вы писать начали со студенческих лет или намного раньше? Первый свой роман я написал в семь лет. Назывался «Спутник жизни о социалистической революции на Юпитере». Семилетний ребенок. Да, но дело в том, что я из всех знаков припинания признавал только точки, как-то потом, когда я пытался разобрать, что я написал, я не смог понять, что я там написал. Это было связано, что одна из первых вещей, которые я прочитал, была «Аэлита» Алексея Толстого. А как всегда у начинающих, начинается всё с эпигонства, с подражания. Хочется написать на тот же сюжет, только со своей концовкой, с каким-то своим сюжетом. Да, с сюжетом год. К сожалению, этот роман у меня так и не сохранился, я его потерял, к сожалению, в своё время. А на какой писательский жанр похожа ваша жизнь? Сложно сказать. Скорее всего, что-то вроде сказки. Фантастической? Ну, я бы не сказал, что-то вроде похожей сказки у Андерсона. Такая, с небольшой грустинкой, с небольшим весельем, скажем так, где есть место и радости, и грусти. Будучи особенным ребенком, с детства трудно было воплотить мечту в жизнь? Да нет, я вам скажу. Да я бы не такой уж сказал, что особенный. Дело в том, что тут главная социализация. Я всегда был социализирован. Я в школе общался с верстниками во дворе, во дворе даже в футбол вместе с ними играл, даже на воротах стоял. Хотя, казалось бы, физический недостаток этого не должен, по сути. Всегда играл во всякие игры. Поэтому, если вот положа руку на сердце, я не чувствовал себя вот таким особенным ребенком. Бывали случаи, когда напоминал, и дети, сами понимаете, бывают жестокими. Ну, как-то это воспринималось мной. Не то, что легко, но забывалось. А кто вам помогал в ваших начинаниях? Как относились к вам в школе, в вузе, на работе? Я думаю, что здесь очень важна поддержка близких людей. В этом плане мне очень повезло. У меня были очень хорошие родители, которые меня всегда поддерживали. Марья Семеновна и Алексей Федорович. К сожалению, они сейчас уже ушли из жизни. Они мне всегда помогали, будучи людьми нетворческими, потому что они были рабочими нашего лампового завода. Тем не менее, они помогали, они понимали, что мне нужно, как нужно. Какие потребности у вас? Какие потребности у меня. Отдельно хочу сказать о своей бабушке, которая помогла мне, воспитала во мне веру в Бога. Это очень важный момент, потому что без Божьей помощи в жизни ничего не случается. И она же рассказывала мне первые сказки. И самая моя первая вещь, ужасное привидение деревни Трофимовки, написано по мотивам рассказанных ей сказок. У меня есть старший брат. Без его поддержки, покровительства, вот книгу, которая была издана в 2017 году, «Красиный царь», она вышла только с его помощью. Его помощь, но самая главная помощь, моральная помощь. Я хочу сказать огромное спасибо своим родным. Особенный человек, он только тогда особенный, когда у него есть фунда. А фундамент – это и есть родные, близкие люди. Не только родные, но и друзья. У меня очень хорошее отношение с коллегами по писательскому цели. Несколько лет назад я встретил Сергея Голованова, который сейчас является издателем моего журнала. Он является меценатом. А как ваша жизнь проходила именно в школе, в ВОЗе, со сверстниками, как общение выстраивались? Как же обычно, как у всех. Я говорю, я был социализирован, здесь нельзя выделять. Как у других проходил, так у меня проходили. Были люди, с которыми я дружил, были, с которым, скажем, не то, что враждовал, с которыми были натянуты отношения. С учителями у меня всегда были прекрасные отношения. Как, кстати, в ВОЗе были замечательные отношения. А какое отношение вы к себе чувствовали? Жалость, уважение или наравне с вами общались? Да всякое. Дело в том, что инвалиды, да, и к ним нужно проявлять милосердие. Но инвалиды такие же люди, как и все. Они способны как на подвиг, так и на подлость. Я в свое время несколько, ну как давно вообще-то, работал в одной инвалидной организации, то я встретил там как порядочных людей, так и, извините, непорядочных людей. Поэтому я всегда людей определяю не по физическим или каким-то внешним данным, а по, извините, облику морали. А с какими сложностями вам приходилось сталкиваться в течение жизни, как человеку с особенностями? Да как сказать, по большому счету, если у тебя есть друзья, если у тебя есть рядом окружающие, то сложностей больших нет. А какой у вас диагноз? Как ваше детство проходило? Диагноз-то родился я здоровым человеком, но в 3,5 года я тяжело заболел. Мне сделали сложную операцию в госпитале имени Бурденко в Москве. С моим диагнозом, как мне говорили, я сейчас его не помню, если честно, говорили, что возможность выжить была где-то процентов 10. Сейчас эта болезнь уже лечится, но в 71 году это было очень сложно. Вы являетесь ярким примером человека с особенностями, который все равно, вопреки, смог всяким стереотипам воплотить свою мечту в жизнь, самореализоваться. Считаете ли вы себя героем по жизни? Нет. Потому что отчасти то, что я сделал, это не от меня зависело. У меня была хорошая семья, у меня были хорошие друзья, у меня были хорошие учителя. То есть, извините, пожалуйста, за пафос, я чувствовал Божие провидения. А что бы вы пожелали родителям особенных детей и людям с инвалидностью по жизни? Ваши личные такие пожелания или исходя из жизненного опыта? Поменьше их в зубах, так сказать. Детей? Да. Относиться им к по большому счету. Понимаете, нужно учить их. Нужно, главное, учить их, как общаться с верстниками. По большому счету, все то же, что и относится к обычным классическим детям. Быть порядочными людьми. Если порядочным человеком будешь, будешь. То вне зависимости есть инвалидность, нет инвалидности. Конечно, конечно. А как вам кажется, что поможет взрослым людям с инвалидностью воспринимать жизнь легче? Вот какой ваш личный совет? Смотреть на жизнь со взглядом кандида. Это как? Есть такое произведение Вольтера, кандид. Вот, что бы ни случалось, он всегда говорил, это к лучшему. Помню, его решили сжечь на костре. Привязали к дереву. Говорят, ну что ж, теперь все к лучшему. Он говорит, да, конечно, к лучшему. Произошло землетрясение, и он освободился. Надо смотреть на жизнь, как вам сказать, с веселым взглядом. С некоторой иронией понимать, что за тобой Божья помощь. Даже любой минус надо стараться превращать в плюс. Вот я говорю, ну казалось бы, у меня, вот говорю, минус. Я как инвалид, мне иногда приходилось сидеть дома, хотя хотелось... Бегать, прыгать. Но у меня были книги. Я стал читать книги, писать рассказы. Александр, а на чем вы сейчас работаете, и какие ваши дальнейшие творческие планы? А вот это я вам не скажу, потому что... А на чем вы работаете хотя бы? Не скажу, потому что писатели люди суеверные. И если они что-то озвучивают, да, это может не получиться. Помню, я как-то так же вот озвучил, что вот работаю над таким-то рассказом. Этот рассказ у меня так и не получился, он где-то лежит не доделал. Понимаете? Поэтому что получится, что получится. Конечно, конечно. А кем вы сейчас работаете и где трудитесь? Я редактор литературного журнала «Литера нова». Это журнал выходит в интернет-пространстве. Александр, а если бы на моем месте сидел 7-летний Саша Бажанов, который только написал «Арман», что бы вы ему сказали? Пиши дальше. Александр, желаю вам творческих успехов, побольше вдохновения, новых проектов, которые будут светить не только вам, но и нам. И до новых встреч. Спасибо. Это очень актуально. Это была программа «Герои среди нас». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова